Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению основ программирования на ЛИСПе и функционального программирования в рамках Летней школы юного программиста 2020. Представляюсь. Меня зовут Борис Леонидович Файфель. Вот мой электронный адрес. Вы можете на него писать, задавать вопросы. Только прошу, представляйтесь в письме и в теме письма ставьте LSHEP 2020. Главная цель этих достаточно коротких конспективных лекций не только вас научить ЛИСПу, но и дать представление о функциональном программировании в целом. Это полезно для любого программиста любого уровня. Потому что методы функционального программирования сейчас активно внедряются в обиход практически любого программиста. Я предполагаю, что те, кто меня сейчас слышит, во-первых, хотят изучить новый язык. Во-вторых, они уже умеют программировать на каком-то языке, им не нужно объяснять совсем элементарные вещи. И мои слушатели предполагаются людьми, любящими математику. Ну или, по крайней мере, не чуждой математики. Потому что хороший программист с математикой должен дружить. Прежде чем приступать к основной части, давайте немножко порассуждаем. Почему стоит изучать функциональное программирование? Я попытаюсь вам это развернуто доказать. Что является главной генеральной задачей программирования как прикладной дисциплины? Программист делает программу. Так вот, генеральная задача состоит в том, чтобы эти программы, программные системы, создавать эффективно, чтобы они были производительными, удобными, надежными и правильными. Слово «правильные» я взял в кавычки, потому что, что такое правильная программа, еще сначала нужно четко определить. Это не такое простое понятие. Поговорим обо всех этих факторах по отдельности. Начнем с удобства. Удобство двояко. Удобство программы можно рассматривать с точки зрения пользователя. Это пользовательский интерфейс. Это то, что сейчас называется робастность. Прямого отношения к функциональному программированию эта тема не имеет. Поэтому мы об интерфейсе пользователя в этих лекциях говорить не будем. Хотя это очень важно. А вот удобство программы с точки зрения разработчика. Разработчика – это прозрачность, рациональность программного кода. И его понимаемость. Это очень важные факторы. То, что языки программирования продолжают развиваться уже более 70 лет, программисты стремятся облегчить свой процесс, сделать его более производительным и менее трудным. Программисты стремятся к снижению трудоемкости. Но имейте в виду, границы моего языка – это границы моего мира. Так сказал один видный философ XX века Людвиг Витгенштейн. Значит, если в языке, которым я пользуюсь, нет слов для обозначения каких-то понятий, то я и не смогу эти понятия обсуждать и, наверное, не смогу об этих понятиях думать. Поэтому это очень важно. Раз мы заговорили о языке, давайте посмотрим, через какие этапы проходило развитие языков программирования. Хронологически сначала возникли языки ассемблеров. Ну, ещё раньше было просто программирование в дворичных кодах. Я об этом говорить не буду, в силу того, что сейчас это анахронизм, так никто не делает. Но языки ассемблеров позволяют программировать на низком уровне более или менее комфортно. Для создания крупных программных систем, конечно, языки ассемблеров непригодны. Но по сравнению с программированием в кодах это был, конечно, шаг вперёд. Потом появились языки высокого уровня. Фортран, Алгол, но Алгол несколько позже, через несколько лет. Кабол – это один из самых старых языков, который жив и поныне. Это уже был весьма существенный шаг вперёд. Программировать стало значительно приятнее, чем в кодах или даже на ассемблере. Потом появилось процедурное программирование. Это уже такой подход к программированию, при котором программные системы состоят из модулей, а модули состоят из процедур. Это уже достаточно близко к современному воззрению. Потом появилось объектно-ориентированное программирование. Но оно активно применяется и поныне. Использование методов объектно-ориентированного программирования уже очень заметно облегчило создание крупных программных систем. Именно крупных, потому что использовать объекты для мелких программ не слишком целесообразно. А вот при создании крупных программ использование объектно-ориентированного программирования очень оправданно. Современные программы, с которыми работают люди, это, как правило, огромные системы. Огромные и очень сложные системы. Объём их поражает воображение. Программы могут включать в себя миллионы строк кода. И как работать с такими системами? Ведь большой объём порождает и большое количество ошибок. С этим как-то надо бороться. Поэтому сделать краткий, лаконичный и при этом наглядный код фактически означает снизить количество ошибок и, следовательно, повысить надёжность. А что позволяет делать код кратким? Известно, что краткость кода обеспечивается, во-первых, конструкциями языка, которые аккумулируют крупные алгоритмические блоки. Обычно это в языках сверхвысокого уровня. Но и в обычном, в C, например, или в Pascal, когда мы пишем, скажем, строчку forE от единицы до чего-то делать то-то, то на самом деле эта строчка заменяет довольно большой объём строк, ну, довольно большой объём команд. Значит, код получается кратким, а программисту не приходится писать, утомительно писать много однообразного кода. Это, значит, большие алгоритмические блоки аккумулируются конструкциями языка и, кроме того, очень сильно выигрываем в краткости, если мы повторно используем уже написанный код. Что такое повторное использование? Во-первых, это введение переменных. Обратите внимание, мы вводим переменную, присваиваем ей какое-то значение, потом пользуемся этим значением много раз. Если бы у нас не было такой возможности, именованных переменных, то нам пришлось бы это выражение вычислять каждый раз в той точке, где оно нам понадобилось. Ну, введение переменных обеспечивает повторное использование. Во-вторых, циклы. Цикл – это классический способ повторного использования кода. Когда мы одно действие обозначаем циклом и потом выполняем 10 тысяч раз, мы же не пишем этот код 10 тысяч раз, программа остаётся короткой и лаконичной, а выполняет много витков цикла. Процедуры и функции, они в этом смысле служат тому же повторному использованию кода. Какому-то действию, которое часто используется в разных точках программы, мы присваиваем имя и только вызываем эту процедуру или функцию в нужной точке. Но точно так же, как и переменные мы присваиваем значения и пользуемся этим значением, точно так же процедуре мы присваиваем имя и пользуемся этим именем. Это всё повторное использование. Ну и, наконец, такие составные части ООП, как наследование и полиморфизм, они как раз тоже обеспечивают повторное использование кода. Теперь поговорим о производительности программы. Производительность – это способность программных систем давать результат за разумное время. Ну, разумное, конечно, применительно к данной задаче. Если мы пишем программу, которая, ну, скажем, обслуживает какой-то агрегат в реальном времени, то она должна за время меньше, чем время реакции вот этого агрегата, которым мы управляем, программа должна всё вычислить. Если программе нужно больше времени, чем время реакции, то эта программа управлять не сможет, она будет запаздывать. Ну, в каких-то других случаях можно позволить себе программе работать и дольше. Короче говоря, разумное время применительно к задаче. Для какой-то задачи 10-минутное размышление – это очень хороший результат, а для какой-то задачи и 1 десятая секунды – слишком долго. А как можно повысить производительность? Конечно, человечество стремится вычислять быстрее. Первый способ – это базовый. Конечно, выбирать производительный алгоритм. Ну, это вопрос теоретический. Второй способ. Если уж мы выбрали какой-то алгоритм, ну, какой выбрали? Можно оптимизировать код. Сейчас развиты очень хорошие средства оптимизации. Они автоматически, современные компиляторы умеют это делать. Они автоматически оптимизируют код, выбрасывают лишние вычисления из циклов, например, и делают многое другое. Это на самом деле здорово. Ну и, наконец, если не помогает ни то, ни другое, остается последняя надежда – это параллельные вычисления. В последнее время в сторону параллельных вычислений направлено много взглядов, потому что тактовая частота современных процессоров перестала повышаться. Был время, когда она повышалась вдвое каждые несколько месяцев. Это так называемый закон Мура. Но он перестал действовать. Поэтому единственный способ радикально ускорить вычисления – это использовать параллельные вычисления. Но тут проблема. Давайте попробуем разобрать эту проблему на примере простой задачи. Вот один землекоп выкапывает траншею за 16 дней. За сколько дней выкапывает эту же траншею 4 землекопа? Ответ почти очевиден. За 4 дня в 4 раза быстрее. Ну, конечно, если игнорировать человеческий фактор – перекуры, внутренние конфликты и тому подобное. Мы считаем землекопов идеальными. Они не ссорятся, не перекуривают и умеют только копать. Тогда за 4 дня. А теперь другая задача. Программа А решает систему из 2000 дифференциальных уравнений с частными производными за 10 суток непрерывной работы. Это слишком долго. Можно хотя бы за 5 суток, если использовать 2 компьютера. К сожалению, чаще всего нельзя. А почему? Да, к сожалению, потому что большинство традиционных языков программирования, мы с вами занимаемся языками, они рассчитаны на последовательные вычисления. И если у нас даже есть второй процессор, то не совсем понятно, чем его нагружать. Кстати, а вот архитектура компьютеров уже давно использует параллельность. Очень давно. Но в языках программирования это не отражается. А граница моего языка – это граница моего мира. И если в языках параллельности нет, то мы её, как говорится, не укусим. Видит око, да зуб не имёт. Теперь поговорим о правильности программ. Это серьёзный вопрос. Слово «правильность» я взял в кавычки. Почему? Ну, вообще, «правильность» без кавычек – это соответствие программы-алгоритму. Вот у нас есть алгоритм. Мы по этому алгоритму пишем программу. А правильно ли мы её написали? Вот доказательство правильности, так называемая верификация, это на самом деле сложная математическая задача. Её не следует путать с тестированием. Потому что тестирование – это не математическая, это технологическая задача. Понимаете, тестирование не доказывает, не есть доказательство правильности. Если программа прошла тысячу тестов и не сделала ни одной ошибки, это совершенно не означает, что на тысячу первом тесте программа не упадёт. А вот если программа прошла верификацию, то уже можно твёрдо утверждать, ну, быть твёрдо уверенным, что программа правильная, она соответствует алгоритму. Так вот, программы, которые написаны на традиционных языках, не очень хорошо поддаются верификации. Пока верификация может похвастаться только верификацией простейших программ. И нет, конечно, никакой речи о том, чтобы промышленные программы, скажем, продажи авиабилетов или что-то тому подобное, или начинку какого-нибудь веб-сайта взять и верифицировать. Пока такой возможности нет. А теперь, когда мы всё это осознали, я вам скажу, почему стоит изучать функциональное программирование. Потому что это такой подход к программированию, который позволяет писать красивый, наглядный код, который легко, легче, по крайней мере, поддаётся распараллеливанию и верификации. Кстати, информация к размышлению. Фирма Microsoft, а она, как известно, ничего просто так не делает, не зря она, верно, включила в состав своей студии функциональный язык F-Sharp. Мы ещё об этом языке пару слов скажем чуть попозже. Теперь давайте сравним подходы, или есть ещё такое слово парадигма, применительно к нашим с вами изучениям. Подход и парадигмы – это почти синонимы. Давайте сравним два подхода, две парадигмы программирования – традиционную и функциональную. Вот традиционный подход. В традиционном подходе программы – это набор последовательных инструкций или операторов. Каждый оператор задаёт конкретное действие. Поэтому такой подход называют императивным. Активно используются циклы. Ну а как же, куда же без циклов? Используется присвоение значения переменным. Мы теперь знаем, что циклы и именования – это их главное внутреннее назначение – повторное использование кода. Есть функции, которые тоже используются для повторного использования кода, но это и есть их единственное и главное назначение. А в функциональном подходе всё не совсем так. Программа – это набор взаимосвязанных функций, а не набор операторов. При этом программа – это не столько описание порядка вычислений, как в традиционном подходе, сколько описание требуемого результата. Вот такое свойство называется декларативность. Функциональный код гораздо более декларативен, чем традиционный. Функции определяются друг через друга и рекурсивно, через самих себя. Мы сегодня с этим столкнемся. Явное присвоение значения переменным не используется. Но это только в чистых функциональных языках. Лисп таковым не является. Поэтому у нас иногда будет встречаться присвоение, но не часто. И самое главное – функции являются объектами первого рода. Функции являются такими же объектами программы, как и переменные. Их можно передавать как параметр, и их можно возвращать как значение. Вот кратко собраны главные такие родовые черты традиционного подхода и функционального подхода. Кстати, если это вас немножко удивляет, посмотрите, язык формул Microsoft Excel – это в чистом виде функциональный подход. В этом языке, а он довольно мощный, тот, кто хорошо знает формулы Excel, чудеса может делать. Мне, например, попадалась статья, в которой на формулах Excel была реализована игрушка типа Дума. Ну, кто знает, тот поймёт. Это весьма серьёзно. Ну, вот в данном случае я привёл пример своей формулы, которая просто заглядывает в клеточку, которая расположена левее, в той же строке, но в соседнем столбце. И в зависимости от того, чётное там число или нечётное, в текущую клетку заносит слово по-русски чётное или нечётное. Здесь нет явных присвоений, здесь есть только функции, которые могут вызывать друг друга, чем вам не функциональный подход. Так что пугаться всего этого не следует. Кратко. Характеристики функциональных языков. Это простота и выразительность программы, кстати, краткость. Это строгая типизация и модульность. Ну, к ЛИСПу это относится в меньшей степени, потому что ЛИСП – бестиповый язык. Отсутствие явных присвоений. Функции являются объектами первого рода, функции, в частности, могут являться значениями. Функции не имеют побочных эффектов. Ну, к ЛИСПу это тоже относится в меньшей степени. И очень интересная тема – отложенные или ленивые вычисления. Ну, кстати, это как раз главная тема нашей мастерской в этом году. Вот, собственно говоря, все эти лекции, которые вам предстоит прослушать, они составлены ради отложенных вычислений. Давайте немножко подумаем вот о чём. Что значит отсутствие явных присвоений? И как с этим жить? Что же, в чистых функциональных языках совсем нет переменных? Ну, вообще-то есть. Но значения они получают не присвоением, не оператором присвоения, а при вызове функций. И только при вызове функций. Как вы думаете, можно ли в обычных языках работать вот в функциональном стиле? Да можно. Вот пример, который я позаимствовал из хороших лекций Кубенского. Это известный российский специалист по функциональному программированию. Он опубликовал свои лекции в интернете, но вот из одной из этих лекций я и взял этот пример. Я на него ссылаюсь. Это я не сам придумал. Дано три вещественных числа А, Б и Ц. И нужно вычислить, сколько корней имеет уравнение. Не сами корни, а их количество. Ну вот на каком-то C-подобном языке можно эту задачу реализовать вот так. Функция num.ruz, количество корней, возвращает целое число. В ней внутри описано локальная переменная дискриминант. Вот мы его вычисляем. И в зависимости от знака дискриминанта может оказаться либо 0 корней, если дискриминант отрицательный, либо 2 корня, если дискриминант строго больше 0. И в противном случае единственный корень, если дискриминант равен 0. Что здесь не так? Ну, не соответствует функциональной парадигме. Да явное присвоение, наличие переменной дискриминанта. Давайте её перепишем в функциональном стиле. Теперь переменную мы заменили на функцию. И теперь у нас нет явного присвоения. Ну, теперь всё хорошо. Но слово «всё хорошо» я поставил в кавычки, потому что, как видите, дискриминант будет вычисляться два раза. А в предыдущем коде она вычислялась бы один раз, потому что использовалось именование. А здесь мы используем функцию, и функция будет вызвана два раза. Такой стиль несёт неудобства, многократное вычисление одного и того же, и невозможность использовать циклы. Но и та, и другая проблема решается. Первое неудобство можно устранить специальным синтаксисом, а вместо циклов можно использовать рекурсию. Мы в этом сегодня убедимся. Теперь посмотрите вот на эту картинку. Здесь показана хронология создания функциональных языков и их взаимное происхождение. Ну, как видите, предтечей всех функциональных языков был лист. Ну, лисп породил своё дерево, которое в начале 70-х разветвилось на два основных диалекта лиспа. Один из них называется Common Lisp. Мы будем работать в нём. А другой называется Схема. Это очень красивый язык. О схеме я ещё пару слов скажу. Первоначально он применялся только для обучения, а потом стали появляться и промышленные версии, ну, Common Lisp есть, промышленная версия. В 94-м году прошлого века он прошёл стандартизацию. В 73-м году появился язык ML, Metal Language, который породил очень ветвистое дерево разных языков. Тут вы увидите и язык F-Sharp, фирму Microsoft в 2005 году, о чём я вам говорил раньше, язык Scala, который основан на Java-машине, он транслируется в код виртуальной Java-машины, ну, язык OCaml. Этот же язык ML после ряда трансформаций породил язык Haskell. Тоже интересный, современный, популярный язык. Но здесь не показано, что Haskell прошёл... Есть версия Haskell 2000, и есть ещё уже более поздние версии. Ну и в той же середине 70-х, в середине, в начале, в первой половине 70-х годов появился очень интересный язык, пролог, ну, это язык не функционального, а логического, программируемого, но очень интересный, который жив и по сей день. Ну, его популярность несколько снизилась, но он жив, и он в 87-м году породил язык Erlang. Erlang. Это функциональный логический язык для написания коммуникационных приложений. Используется очень активно в корпорации Sony Ericsson. Так что, видите, таких языков довольно много. Не все из них стали мейнстримными, но все они оказали какое-то влияние. Это была картинка. А тем временем, хотя создаются совершенно новые, новые языки, но функциональная методология оказывает влияние и на языки традиционные, хорошо опробированные. Вот появились функциональные средства в C++, в Java, в JavaScript, в Python. Все эти языки теперь активно используют функциональные средства. Поэтому, если вы поймете то, что я вам буду рассказывать дальше, считайте, что у вас будет хорошее подспорье для того, чтобы освоить эти средства вот в перечисленных языках. А на этой картинке показаны портреты трех знаменитых математиков прошлого века, которые создали математические основы функционального программирования. Первым из них был Алонзо Чорч. Это американский математик прошлого века. Он создал так называемое лямбда-исчисление, из которого пошли лямбда-функции. Наверное, вы слышали это название. Во всех современных языках эта штука есть. А придумал это Чорч. Придумал не для программирования. Придумал для разрешения разрешения парадокса в теории множества. Но разрешить-то парадокса не удалось. Лямбда-исчисление себя не оправдало в теории множества. И его задвинули в долгий ящик и почти забыли. На 20 лет, пока Маккарти о нем дальше, пока Маккарти не придумал язык лист и не положил лямбда-исчисление Чорча в его основу. Ну вот Хаскел Карри это еще один американский математик, который тоже занимался теоретическими вот такими вопросами. Он в честь него назван язык Хаскел. И там одно из преобразований функций карирования это в честь Карри. Ну это люди, которые создали вот математические основы функционального программирования. Третьим создателем можно считать нашего соотечественника Шеньфинкеля. Он старше всех остальных. Родился в Екатеринославе, но судьба его сложилась довольно тяжело, потому что годы его молодости пришлись на революции. Он учился в Германии. У него были большие проблемы после революции, потому что отец его был купцом первой гильдии, он был лишен прав и в общем умер в 42-м году всеми забытый в холодной квартире в Москве, а бумаги, которые остались от него, пошли на растопку и их сожгли в печке. Время было тяжелое, шла война, но тем не менее в мире он признан наряду с Черчим и Хаскелом Карри. Но теперь мы переходим к Лиспу не сразу. Сначала по-хорошему небольшой обзор литературы. По Лиспу издано много книг, но в основном они не на русском языке. В СССР, в России Лисп был не очень популярен. Но я вам рекомендую вот эти три книги и несколько слов о каждой из них. Первая книга Хьювянин Секпянин Мир Лисп это двухтомник. Он был издан в 90-м году. Для 90-го года эта книга была просто великолепной. Но сейчас она подустарела. Но в значительной степени она все равно актуальна. Поэтому если вы ее найдете, в сети вы ее найдете, оцифрованную в PDF-формате, смело читайте. Там, конечно, есть вещи, которые уже немножко выглядят сейчас по-другому в современном Лиспе. Но основное 90% содержания пойдет вам на пользу. Книга написана очень хорошо, прекрасно иллюстрирована. Хотя она издана на такой толстой и шершавой бумаге, но там замечательные иллюстрации, картинок много. Есть упражнения для самостоятельного решения. В общем, всячески рекомендую. Вторая книга. Автор ее Пол Грэм. Это знаменитый Лиспер и вообще такой идеолог, философ программирования. Возможно, вы читали другие работы Грэма. В частности, очень известна его книга «Хакеры и пейтеры». Но вот эта книга вообще он лиспер, он энтузиаст лиспа. И вот книга «Анси Коммэн Лисп» у нас переведена в 2012 году, она тоже оцифрована. Но она тяжеловата для первоначального ознакомления с языком. Но вообще ее иметь полезно. И почитайте, получите удовольствие. Ну а третья книга это методический шедевр. Это знаменитая СИКП «Структура интерпретации компьютерных программ». У нас она была переведена достаточно поздно, а в мире она лет 30 была основным учебником для программистов самой высокой квалификации, потому что это МИТовский курс теоретических основ программирования. МИТ это Масочесецкий технологический институт. Книга написана очень продуманная, она охватывает огромный объем информации, начиная от элементарных вещей, кончая самыми продвинутыми вопросами, и в ней много упражнений и задач для самостоятельного решения. Так что вот рекомендую. О парадигмах программирования, ведь есть не только функциональные программирования, есть и другие парадигмы. Вот в 17-м году вышла очень интересная книга Лидии Васильевны Городней в Новосибирске. Это книга издана с сибирским отделением Российской Академии Наук. Очень рекомендую. Книга написана очень доступным языком и с единых позиций рассматриваются разные парадигмы программирования в разных аспектах. Книга интересная, кажется, она уже оцифрована, то есть вы ее можете найти в сети. Некоторые интернет-ресурсы посвященные Лиспу. Их на самом деле гораздо больше, конечно, но я ориентируюсь вот Лиспру это просто один из самых старых российских сайтов посвященных Лиспу. Там есть решение задач, есть и литература, есть блоги самостоятельной разработки. Рекомендую. Лиспру это тоже сайт с большим количеством пользователей. Он первоначально был посвящен переводу еще одной книги, которую я не включил в список литературы. Питер Зибель Common Лисп. Тоже, кстати, хорошая книга, я думаю, не хуже Грэмурской. Вот там выложен перевод этой книги. Ну и там вы найдете много интересного. Хум Лисп это мой сайт, автор этой лекции, сайт проекта Home Лисп. Это я сделал самодельную реализацию Лиспа под Windows. В 2009 году я все это опубликовал. Вот и с тех пор я веду этот сайт. Оттуда вы можете скачать программу для того, чтобы работать в мастерской. И последний киберфорум RU это вы знаете большой форум посвященный языкам программирования и математике и разным другим разделам. Такой научный форум. Там есть раздел другие языки программирования, а в этом разделе есть два подраздела. Просто Лисп и Автолисп в составе Автокада. Кстати, там много решений задач, обсуждения, интересные материалы. там вы встретите меня, потому что я модератор этого раздела. Точнее, не единственный, а один из модераторов. Для того, чтобы работать, нам понадобится программа. Вот я буду пользоваться программой Хоум Лисп ИДЕ. Ее портабельную версию под Windows можно как раз скачать с сайта homelisp.ru. Но если вы не хотите пользоваться этой программой, вы можете пользоваться онлайн компиляторами облачными. Вот например два адреса idewan.com и jdoodle.com На обоих этих сайтах можно зарегистрироваться и тогда все ваши программы будут сохраняться в облаке, что страшно удобно. А работать можно хоть с телефона. Ну правда входные языки моего Лиспа и стандарты немножко отличаются. Я буду напоминать об этом по мере необходимости. на этом мы вводную часть философскую так сказать часть нашего курса заканчиваем. Отдохните, а со следующей лекции мы уже начинаем изучать язык как таковой. лекции Продолжение следует... Продолжение следует...